Доброе утро. Мы еще раз желаем всем будьте здоровы. А вот как в современных условиях занимаются интеллектуалы? Мы узнаем у руководителя клуба интеллектуальных игр «Ратиолюкс», заместителя руководителя интеллектуального клуба «Югорик» Максима Самкова. Максим, доброе утро. Давно не виделись. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как вы живы-здоровы? Да великолепно. Вроде еще пока не заболел. Не пока. Установка должна быть позитивной. Не заболел и не заболею. Ну, надеюсь. И наверняка регулярно тренируетесь. Вот как организован процесс сейчас? На удалении. Последний оффлайн-турнир у нас прошел где-то 15 марта. У нас прошел школьный чемпионат Югрым, который проходил в двух городах. В Сургуте и Хантамансийске. А после этого все закрыли на пандемию. Сейчас мы тренируемся в Скайпе, в Дискорде, в Зуме. Ну, то есть какая более лучшая, скажем, площадка. Проводим постоянные игры, интеллектуальные игры, тренировки раз в неделю. А также вот мы начали проводить свою игру для участников Хантамансийского округа. Мы собираемся в Дискорде. Ведущий читает вопросы. И кто успел быстренько нажать на кнопку, так называемую, тот отвечает на вопрос. То есть своя игра, это когда человек, который в кадре, он в мантии стоит, да? Да, мы, к сожалению, мантиями не обзавелись, но на самом деле так оно и есть. То есть здесь количество участников неограниченным получается? Ну, там есть ограничения в 4 человека, да, но чисто теоретические. То есть можно, в принципе, больше. Но смысла в этом нет, потому что, ну, представьте, там 10 участников, да, то есть, и какой-нибудь вопрос... А у кого-то интернет подвисает. Вот это самое фиговое, на самом деле. И ты нажал, выходит, ты знаешь ответ, нажал, а сигнал не пришел. Мою боль не говорите. Давайте сейчас посмотрим видео, которое у нас есть. Мы нашли его, ну, где-то на складах интеллектуального клуба знатоков. Поэтому, а вы прокомментируйте, что там происходит. Эту букву в возрасте трех лет знал сын Венечки из книги «Москва петушки». Денис Юрьевич, мы в самолете, когда летели, я ее читал. Буквою. Прошу. Яблоки. Яблоки тысяча. Замысли истории приходили к героине этой писательницы, когда она грызла яблоки. Звать нужно писательницу. Замыслы и истории приходили к героине этой писательницы, когда она грызла яблоки. Агата Кристи, да? Как интересно. Интересно. А вот сто это сто рублей или... Сто баллов. Или сто баллов. Играете ли вы на деньги? Но интеллектуалы люди бессеребрянники, поэтому нет. На самом деле даже не Агата Кристи, а ее писательница Арианде Оливер. Вот, ну, насколько я помню. То есть это был неправильный ответ. Ну, нет, по сути это правильный как бы ответ, да? Но чуть уточнение, да? То есть она писала, ну, писательницу в своих, так скажем, романах. Понятно. Ну, яблоки многие писатели ели, мне кажется. Скажите, вообще, кто принимает участие в этих играх? Кто эти люди, которым не лень выйти в интернет для того, чтобы просто потратить деньги на интернет, во-первых, и поиграть? У вас уже сообщество, наверняка, какое-то свое, да? Которые устали просто от какого-либо безделья, да? То есть им просто хочется хоть чем-то позаниматься. В бар не выйдешь, ничего не сделаешь, поэтому только так получается. И еще, вот вопрос. Как вы проводите тренировки? И вообще, в чем они заключаются для того, чтобы развить свой интеллект? Ну, в основном, да, то есть, в основном это ассоциации. То есть, когда мы какой-то вопрос пытаемся взять, то мы берем на ассоциациях его. То есть, из одного цепляется другая. Ну, приведите пример. Ну, называется вопросный ход. Допустим, этот, грубо говоря, писатель по имени Александр Сергеевич погиб где-то там. Мы сразу вспоминаем, какие там Александры Сергеевичи. То есть, сразу же Пушкин идет на пример. Ну, первое, зачем брать такой вопрос. И путем каких-то, так скажем, измышлений понимаем, что это не Пушкин, а Грибоедов. Грибоедов, да. Ну, это первое, что пришло нам в голову. Ну, да. В принципе, я могу даже задать вопрос, посвященный Хантамасийскому округу. Давайте. Давайте, вы зададите вопрос. Ага. И вы же предоставите приз. Какой? Ну, не знаю, что там у вас. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Или ответ. Задавайте. Какая-то рекурсия получается. Один журналист озаглавил статью о Хантамасийском автономном округе заголовком из четырех слов. В нем содержится вопрос и ответ. Воспроизведите. Опа. Ну, что ж, дорогие телезрители, время пошло. Ну, а мы, Максим, хотели вам еще один вопрос задать. Вы же еще и в шахматных баталиях участвуете. Немного. Как они проходят, по каким правилам и кто их проводит? Ну, вот сейчас идет очень крупный турнир, где отобрался наш великолепный игрок Даниил Дубов. В финале он играет не с Магнусом Карлсом, нашим чемпионом мира, потому что в полуфинале того выиграл наш Хикару Накамура. Это сейчас новости шахмата на нашем канале. Да, да, да. Первый матч, к сожалению, проиграл Даниил со счетом полтора на два с половиной очка. То есть, одну выиграл, две проиграл, одну ничью. Но я надеюсь, что сегодня и завтра он отыграется и выиграет первое место в онлайн-турнире. Я уже хочу знать ответ на ваш вопрос. У нас не было времени подумать, потому что мы с вами слишком уличены были беседой. Итак, каков ответ на ваш вопрос? Как ты нас лично? Вопрос. Что наша жизнь? Ответ. Югра. А, это моя любимая фраза. Мы тоже так шутим, правда, статьи пока не пишем. Хотя Оля нет-нет, да и пописывает статьи. Спасибо вам большое. Максим, большое вам спасибо. Мы желаем всем интеллектуалам здоровья, счастья, успехов и правильных ответов. Да. Вам спасибо. Спасибо и хорошего дня. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok